Простая советская девушка Людмила Павличенко, как и миллионы наших соотечественников, жила мирно, строила планы, училась и работала. Она хотела стать историком и работать на благо своей страны, но планы сломала война. Людмила Павличенко не могла не встать на защиту отчизны. Как и многие девушки и юноши 1930-х годов, Людмила занималась спортом, планеризмом и стрельбой. Планерный и стрелковый вид спорта в те годы были особенно распространены по всему Советскому Союзу. Людмила всерьез увлекалась стрельбой и при посещении тира удивляла своих знакомых меткостью. В одном из тиров Осавиахима на нее даже обратили внимание, рекомендовав к зачислению в школу снайперов. Уже в первые дни войны Людмила Павличенко, которая еще перед началом войны успела пройти краткосрочные курсы снайперов, не раздумывая записалась добровольцем на фронт. Подготовленные снайперы были нужны уже тогда, поэтому достаточно быстро она оказалась в составе 25-й Чапаевской стрелковой дивизии. В свой первый же день на фронте она столкнулась с врагом лицом к лицу. Парализованная страхом Павличенко была не в силах поднять оружие. Винтовку Мосина калибра 7,62 мм. Рядом с ней оказался молодой солдат, чью жизнь мгновенно забрала немецкая пуля. Людмила была потрясена, шок побудил ее к действу. Он был прекрасным счастливым мальчиком, которого убили прямо на моих глазах. Теперь уже ничто не могло меня остановить. Фронт катился на восток с ужасающей быстротой. И бойцу 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Людмиле Павличенко очень скоро пришлось сражаться с гитлеровцами и их союзниками-румынами на подступах к Одессе. Наступление гитлеровцев на Одессу было очень стремительное, что в достаточной степени подготовить оборону города с суши не успели. Дрались всем, чем могли. Наваривали листы железа на тракторы, превращая их в подобие танков. Использовали бутылки с горючей смесью, вместо гранат. Недостаток оружия был таким, что отряды рабочих, отбивая у немцев и румын позиции, шли на врага с саперными лопатками, истребляя оккупантов в кровавых рукопашных схватках. В этой отчаянной ситуации снайпер Людмила Павличенко стала вдохновляющим примером для тех, кто терял надежду и падал духом. Она пополняла счет убитых врагов практически ежедневно. Большинство своих смертельных выстрелов она совершила, сражаясь на территории Одессы и Молдавии. Именно там Людмила приговорила к смерти 100 офицеров. К ноябрю 1941 года советское командование решило, что оборона Одессы больше нецелесообразна, и гарнизон города был эвакуирован в Севастополь. Удалось переправить примерно 86 тысяч солдат и офицеров, а также 15 тысяч человек гражданского населения, артиллерию и боеприпасы. Полк Павличенко также был переправлен на Крымский полуостров в Севастополь. Задания, которые получала Людмила, становились все сложнее. Самым опасным из них была борьба со снайпером противника, когда ей приходилось сражаться с врагом один на один. Павличенко не проиграла ни одной дуэль. В общей сложности за поединки, которые могли длиться весь день и всю ночь, а однажды целых три дня. Ею было убито 36 вражеских снайперов. Людмила рассказывала, что трехдневное противостояние было одним из самых напряженных испытаний в ее жизни. Потребовались невероятная выносливость и сила духа, чтобы сохранять концентрацию внимания на протяжении 15-20 часов подряд. В Севастополе силы врага разительно превосходили силы советских войск, и Павличенко провела 8 месяцев в тяжелом бою. «Мы косили гитлеровцев как зрелое зерно», рассказывала Людмила. В мае 1942 года она была отмечена военным советом Красной армии Южного фронта за уничтожение 257 врагов. После упоминания в списке отличившихся, Павличенко теперь уже сержант, пообещала, будет больше. И она не обманула, довела список до 309 уничтоженных солдат и офицеров противника. К этому времени они уже знали немцы, которые неустанно пытались подкупить ее через свои громкоговорители. «Людмила Павличенко, переходите на нашу сторону. Мы дадим вам много шоколада и сделаем вас немецким офицером». Когда немцы поняли, что подкупом ее не возьмешь, они перешли к угрозам разорвать ее на 309 кусочков. Точность использованной цифры потрясла Людмиту. Они даже знали мой счет. Да, именно под Севастополем Людмила Павличенко официально довела счет убитых врагов до 309, из которых 36 были вражеские снайперы, которые активизировали свою работу после того, как фронт стабилизировался, и боевые действия приобрели позиционный характер. Весна 1942 года была страшна для Павличенко. Охотилась она и охотилась за нее. Но немцам так и не удалось ликвидировать Людмилу. В июне 1942 года она была тяжело ранена и эвакуирована. После восстановления командование решило, что эта молодая женщина достаточно послужила. Поэтому на фронт Людмила больше не вернулась. Ей предстояла совсем другая миссия. По приглашению жены американского президента Элеоноры Рузвельт и Американской студенческой ассоциации в США отправилась делегация советских студентов-фронтовиков. В делегацию включили и Людмилу Павличенко. Людмила Павличенко побывала на многих приемах. Участвовала в митингах в разных городах Америки. Главной темой ее выступлений оставался второй фронт. Дравшиеся с фашистами советские солдаты с надеждой смотрели на союзников, ожидая, что они начнут боевые действия против гитлеровцев в Европе. Но открытие второго фронта все откладывалось и откладывалось. На митинге в Чикаго Люда Павличенко произнесла слова, благодаря которым ее запомнили в США на десятилетия вперед. «Джентльмены, мне 25 лет. На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмен, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» В тот день молодая русская девушка заставила многих изменить свое отношение к войне, полыхавшей в Европе. После США Людмила Павличенко побывала в Канаде, Великобритании. А затем вернулась в СССР, где служила инструктором в снайперской школе «Выстрел». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при этом отвагу и геройство, лейтенанту Павличенко Людмиле Михайловне присвоено звание Героя Советского Союза. Интересно, что падки на сенсационные заголовки своих статей западные репортеры называли Павличенко не иначе как «Мисс Кольд» и наделяли ее прочими громкими эпитетами. Уже в наше время после выхода на экран претенциозного фильма «Битва за Севастополь» наши писатели и журналисты, не менее падкие на экзальтированные заголовки, стали называть Павличенко не иначе как «женщины, изменившей ходы стуги». Видимо, от большого ума они считают, что если бы Павличенко в Америке не произнесла свой коронный спич о джентльменах, прячущихся за ее спиной, то второй фронт в Европе так никогда бы и не открылся. В общем, по их мнению, получается, что изменили ход истории не такие вожди, как Сталин, Гитлер, Рузвельт и Черчилль, а простой старший сержант. Ставьте лайк, если вам понравилось видео и подписывайтесь на канал. До новых встреч!